Спортажи X-Line Plus существуют 2,5 литра из Казахстана, они сейчас стоят дико дорого. Но есть китайская альтернатива, мотор 2 литра турбо 238 лошадиных сил, то есть слава богу до 250 литров. И он классно едет, их много у нас покупали, все довольны, приезжайте, тест-драйв тоже есть. Прелесть этой машины в таракотовом салоне, мне, по крайней мере, сочетание серого цвета и таракотового салона прям очень нравится. Эти машины, они по модификации свои, они немножко другие все-таки, не такие, как те, которые шли на Россию. Но по опциям они не проигрывают. Смотрите, здесь бесключевой, старт-стоп, электросидение с памятью, полный электропакет. Вставки я не помню, по-моему, такие не бывают в машинах из Казахстана. Далее, здесь топовый экран вот этот, когда у вас нет по бокам кнопочек, а все в сенсорном дисплее. Все-все-все функции. Далее, смотрите, здесь на руле адаптивный круиз-контроль управления электронными помощниками. Я думаю, что ж так сильно тарабанит, а это тарабанит у нас вентиляция. Так, смотрите, значит, по отличиям еще, вот это все в машинах из Казахстана на кнопках, здесь на сенсорах. Сенсоры большие. Ответного усилия в палец нет, есть пик. Дальше кнопка, вот она, старт-стоп, где находится. Вот здесь вот беспроводная зарядка для телефона, USB-разъемы, Type-A и Type-C. Здесь есть также панорама, вот она, здоровая, закрыта только она у нас сейчас. Вот так мы ее откроем. Далее, куда пошла? Иди сюда. Далее, значит, подогрев вентиляцию я вам показала. Хочу показать камеру 360, потому что она достаточно хорошего качества. Приветики, камера, вот она. Далее, пойдемте-ка мы назад, посмотрим, но по дороге обратим внимание, что музыка Хармон здесь, вот она. Это хорошая музыка. И запрыгнем вот сюда, вот. Вот как выглядит у нас падлокотник. Вот он, вот такая будет посадка у меня сама за собой. Мой рост 175 сантиметров. Прелесть здесь заднего сидения в том, что у него регулируется угол наклона спинки. Вот смотрите, как мне сидится. Это самое возможное откинутое комфортное положение. И на двери у нас есть подогрев сидений. Последнее, по-моему, что я не сказала, это электрический багажник, который здесь достаточно большой.